Но как осуществлять церковную дисциплину? В большинстве знакомых мне церквей, служители церкви, знают о том, что происходит в общении. Потому что во всех церквях, во многих церквях, есть люди, которые ведут себя безнравственно, которые распространяют ереси. Есть такие люди, но непонятно, что с ними делать. Потому что запускать церковную дисциплину, процедуру церковной дисциплины не хочется. Все это некрасиво, все это требует ресурсов. Хочется просто подождать. Может быть, само разрулиться? Нет, не разрулиться. Скорее, жизнь из церкви уйдет. Скорее, благословения Божии уходят. И церковь не растет. Церковь не развивается. И мы спрашиваем, почему церковь не развивается? Почему люди не каются? Но потому что в теле есть болезнь. Если в теле есть болезнь, то оно не может развиваться, оно не будет расти. Хорошо, тогда с чего же начать? Что делать? Как заняться церковной дисциплиной? Хотел бы дать вам несколько практических библейских советов. Как устроен, как работает этот процесс? Самый ясный фрагмент Священного Писания на эту тему в Евангелии от Матфея, 18 глава, с 15 по 17 стихи. Есть процедура. Состоит она из четырех шагов. И чрезвычайно важно, прежде чем приступить к этой процедуре по Евангелию от Матфея, прочитать контекст, прочитать всю главу. Потому что первая часть главы, с 10 по 14 стихи, это притча о заблудши или потерянной овце. И пастух, пастырь, оставляет 99 овец и идет искать одну заблудшую. Зачем? Не для того, чтобы ее наказать. Нет, конечно. Но для того, чтобы вернуть ее в стадо. А после того фрагмента, который мы сегодня будем разбирать, есть еще одна притча. Это притча о том, как проявлять милость к согрешившим. Это притча о немилостивом слуге, которому была оказана милость, а он должника своего не помиловал. И вот между двумя этими притчами Иисус дает четыре важнейшие шага. Давайте продумаем эти шаги, разберемся в них. Первый шаг — это личная встреча. Евангелие от Матфея, 18-15. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Вот это ключевое слово. «Между тобою и им одним». Не рассказывайте другим об этом. Не делайте из него какую-то новость для всей церкви. «Пойдите и переговорите с ним лично». Задача заключается в том, чтобы сделать первый шаг и сказать, «Да, мы не будем это выносить на общее обсуждение, мы решим это между собой». Просто иди и с конкретными фактами к нему, именно с фактами, а не со слухами. Иногда мне приходилось обращаться к людям и говорить, «Я не уверен, так это или не так, но я слышал такие слухи». «Скажите мне, так это на самом деле или нет?» Вот приходится задавать такие вопросы. Если человек отрицает, тогда нужно остановиться. Если других фактов нет, нужно исследовать, смотреть дальше. И еще, когда приходишь к человеку лично, нужно сначала подумать о себе. Действительно ли я иду в силе Святого Духа? Чиста ли моя жизнь перед Господом? Готов ли я проявить милость, любовь и благодать? Или я иду в самоправедности для того, чтобы его наставить и научить? Какие у вас у самого мотивы? Мотив должен быть только один – помочь человеку исправиться и вернуться в общение с Богом и с Церковью. Итак, первый шаг. Если человек отвечает на эту личную беседу, все, вопрос закрыт. Человек возвращается в общение. Ни с кем больше об этом говорить не надо. Просто помогите этому человеку дальше идти с Богом. Все кончилось, все свершилось. Но если вы приходите к человеку лично, и он сопротивляется, он проявляет дерзость, он говорит, «Да, я это сделал, так и было, но я ничего менять не собираюсь. Я не каюсь. Я не хочу никакого восстановления». Что же делать тогда? Евангелие от Матфея, 16 стих. Это второй шаг. «Возьми с собой еще одного или двух свидетелей». То есть, снова к нему нужно прийти с двумя или тремя свидетелями. Зачем свидетели? Я понимаю, что у них две цели. Во-первых, чтобы убедиться, что у вас все правильно, что вы пришли в Божьем Духе, что у вас в руках факты. И, с другой стороны, чтобы убедиться, что он говорит правду. Кроме того, именно свидетели могут также беседовать с ним, пытаться убедить его. Может быть, если кроме тебя придет еще два человека, то человеку это поможет вернуться на Божий путь. Возможно, в этой ситуации вопрос можно будет решить. Факты изложены. Человек вас услышал. Человек ответил. «Но, может быть, вы пришли со свидетелями, прошли весь этот процесс, как я сделал с нашим знакомым Клайдом, но он все равно не слушает. Он отвергает их слова, он начинает их обвинять. Вот вы сами неправы. Вот смотрите, что вы сами наделали в жизни. Нет никакого смирения. Что же делать тогда? Тогда третий шаг. Тогда нужно подключить церковь. Всю поместную церковь. Мы включаем церковь в этот процесс не для того, чтобы человека унизить, а для того, чтобы призвать церковь к молитве, чтобы церковь знала, что происходит. Я всегда в таких случаях говорю человеку, «У меня нет другого варианта теперь». Я говорил с тобой лично, я говорил с тобой со свидетелями, «Мы пытались сделать все, что возможно, чтобы восстановить тебя, но ты сопротивляешься». Теперь мы делаем следующий шаг. Я вынужден вынести это на всю церковь. Я вынужден призвать их к молитве. И если ты захочешь покаяться, если ты захочешь ответить мне, служителям церкви, помни, что путь к восстановлению открыт. Дальше четвертый шаг. Человек говорит, «Да мне не важно, мне не важно, пусть там хоть вся церковь об этом говорит. Я все равно не уйду из церкви, но буду поступать по-своему». Тогда я должен обратиться к церкви и сказать, «Вот, приходится делать четвертый шаг». Что это за четвертый шаг? Исключить человека из общения. Кстати, неважно даже, член он этой церкви или нет, просто скажите ему о том, что если он дальше будет продолжать жить вот так, то он не может больше приходить на богослужение церкви. Задача здесь заключается в том, чтобы вместе с Богом оказывать воздействие на этого человека. Это последнее средство. Это реально последнее средство. Это четвертый шаг. И делать это надо только в том случае, если других вариантов больше нет. Делать это нужно с правильным расположением духа, с правильным расположением сердца. Конечно, делается это в скорби. Конечно, делается это без всякой самоправедности, без всякой гордыни. Я помню, как нам пришлось совершать этот шаг. Когда мы это сделали, у меня было тяжело на сердце, но при этом у меня был мир от того, что мы послушались Бога, послушались слов, записанных в Священном Писании. Я не знал, как все это делать. Я не знал, что будет дальше. Я знал, однако, что мы сделали то, что поняли. Мы исполнили заповедь повеления Священного Писания. Мы исполнили то, что хочет Бог. Вот четыре шага. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 17 стихи. Это важнейшие шаги. Их нужно сделать правильно и в силе Святого Духа. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok